Основные виды поражения центральной нервной системы от ковида – это психозы, депрессии и посттравматический стресс. Еще в марте 2020 года в журнале «Международная психиатрия» была опубликована статья. У нее сообщалось, что вспышка коронавирусной инфекции окажет как в индивидуальном порядке влияние на психику, так и на психику социума, общества в целом. Практика подтвердила прогнозы. 10% всех переболевших коронавирусом в мире потом нуждаются в психиатрической помощи. Это подтверждает и российская статистика. По российским уже данным, имеющимся после выздоровления, от 15 до 24% выздоровевших от коронавирусной инфекции отмечали у себя психические расстройства, депрессивные и тревожные. Без лечения пограничные расстройства могут перейти в более тяжелые формы. Например, в разгар ковидной пневмонии часто развивается делирий, более известный как белая горячка. После выздоровления в выписке этих пациентов из госпиталей у них наблюдается такое явление, у ряда из них наблюдается такое явление, как мозговой туман. То есть мозговой туман – это когда человеку трудно сконцентрироваться, у него нарушается когнитивная сфера, то есть память ухудшается, ухудшается внимание, снижается работоспособность. Как и по всей стране, в Брянской области также есть пациенты с психотическими расстройствами на фоне ковида. Многие пациенты боятся, что их поставят на учет, но психиатры заверяют, что это не так. Если у человека временные пограничные расстройства, дело ограничится простой коррекцией. В тяжелых случаях потребуется стационарная помощь. Мы сейчас находимся в пограничном отделении, отделении неврозов и пограничных состояний. На 70 коек отделения. Заполнено оно сейчас не полностью, то есть есть вакантные места. Здесь находятся у нас лица с тревожными, депрессивными расстройствами, ассоциированными со стрессом. В том числе и пасковидные. В настоящее время у нас в стационарном сегменте полная обеспеченность препаратами всех необходимых спектров лечения тревожных и депрессивных расстройств. Помимо фармакологической терапии, на помощь психиатрам приходят более мягкие, но не менее действующие методики по коррекции пограничных состояний постковидного синдрома. У нас здесь пациенты расслабляется, музыка, наушники, подбирается музыка специально в лечении электростном. А здесь у нас аппаратура. Массаж и спа-капсула. Да. Это окси-спа называется. Да, здесь капсула. Здесь и массаж, и температурные режимы, и ароматотерапия, и музыка, и кислород. Все вместе. Специалисты призывают не бояться психолога психиатрической помощи. Коррекцию пограничных состояний необходимо начать как можно раньше. Тогда постковидный синдром не перерастет в тяжелые психические болезни. Алексей Исипенко, Александр Жучков. События Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова